А вот немцев жаль. Статья на РНТВ за 28 сентября 2020 года. Анатолий Вассерман. Ангела Доротея Хорстовна Каснер по первому мужу Меркель пару лет назад приостановила кризис в руководимом ею Христианском Демократическом Союзе уходом с поста председателя партии до обещаниям уйти в 2021 году с поста главы правительства. На свое место в партии она поставила Аннегрет Йохановну Крамп по мужу Каренбауэр. Но та справляется с руководством куда хуже самой Ангела и собирается уходить. Главенство прочат давнему сопернику Каснер Фридриху Йохимовичу Мерцу. Он в воскресенье дал интервью немецкой бульварной газете Bild. Картинка. Нарисовал, что получив властные полномочия будут делать, в частности с Российской Федерацией. Цитирую. До сих пор я был за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения и дальше. Но после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю заморозить строительство на два года, то есть вести мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык. Для надежности добавил, что напряжение в двусторонних отношениях в настоящее время наращивает не Германия или Европа, а исключительно Россия. Открытым текстом напоминаю, есть бесспорно вещественные доказательства, что Навального никто не травил, по крайней мере на территории РФ. Но Мерц атлантист, то есть ставит интересы Соединенных Государств Америки выше интересов Европейского Союза, а интересы ЕС выше германских. Он готов душить германскую промышленность голодным энергетическим пайком и в наглую врать даже вопреки очевидным фактам. Мерц заявил, что приток беженцев в Европу во многом вызван, цитирую, «варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин». И дальше, этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Открытым текстом спрашиваю, где в арабском мире дома престарелых? Это в Европе положено избавляться от родника, катабузы. Да и больницы со школой мы якобы бомбим только в инсценировках киногруппы «Белые каски», тесно связанной с несколькими подразделениями посеместно запрещенной террористической группировки «Аль-Каида-База», а заодно с англосаксонскими разведками. Но главное, массовое бегство в Европу началось еще в 2011 году, когда с нелегкой руки СГА пошла волна переворотов с террористическим акцентом, издевательски названных «Арабской весной», после того, как силами НАТО уничтожена Ливия, где по сей день идет резня. После того, как та же Германия поддержала демократические силы Сирии, надели оказавшиеся головорезами, создавшими, помимо прочего, повсеместно запрещенное исламское государство. Вы, товарищи, подожгли дом. Вы смотрели, как он горел, как из окон на верную смерть прыгали несчастные жильцы, а виновными сегодня называете тех, кто приехал и потушил. Открытым текстом напомню, воздушно-космические силы РФ появились в Сирии по просьбе законного и поддержанного народом правительства только в 2015 году. Кстати, с нашим приходом поток беженцев оттуда пошел на убыль. Германия знает график этого потока по собственному печальному опыту. Выходит, Мерц не просто сознательно врет, но и понимает, что ему не поверят избиратели. Зачем? Может, потому, что много лет был в числе главных лоббистов СГА в немецкой политике? И если так, то слишком велик шанс, что именно этот человек, давно плюющий на интересы Родины, и ее возглавит. Вы спросите открытым текстом, а как же выбор, демократия? А кто еще верит, что Запад сам играет по правилам, навязанным остальному меру? Не смешите. Мы Мерца не боимся. К западному давлению за полтысячелетия привыкли. А вот немцев жаль. Анатолий Вассерман. А вот немцев жаль.